Как там играется на стоке без према? А тебе ведь говорили, заходи на сайт водки.ру Это чё, зачем? Каждый день тебя тут ждут бесплатные кейсы, а также розыгрыш 5000 голды. Кроме того, из каждого кейса ты можешь выиграть премиум танк и золото, много золота! Заходи на водки.ру Ссылка на сайт в описании вместе с промокодом. Здравствуйте, друзья, с вами Маракаси. В этом видео я хотел бы поговорить об ЛБЗ на арте. Кто-то их выполнил, но также многие игроки не стали выполнять эти ЛБЗ. Например, такие игроки, как я. Почему они это сделали? Ну, в большинстве случаев это такие вот принципы и ненависть к артиллерии. Давайте говорить объективно. Ну, и смотреть на вещи тоже объективно. Так что я считаю, что основные такие причины. Ну, и есть ещё причина того, что просто не нравится играть на арте, то есть не понравился этот класс техники. У меня сразу несколько причин. Мне не нравится играть на арте, потому что это жёстко, уныло, неинтересно. Также мне не нравится играть на арте, потому что, ну, этот класс техники мне доставил много хейта. И в основном я испытываю к арте, ну, не то что ненависть, но, так скажем, презрение, неуважение. Не конкретно к людям, которые играют на этом классе техники. Я даже понимаю, почему они играют. Но, как сам класс техники, считаю его одним из худших. Тем не менее, разработчики дают немало халявы для артоводов. Выполнив ЛБЗ, можно получить много плюшечек. И я подсчитал, сколько вообще можно заработать на этом всём. И после чего начал кусать локти и думать, блин, может быть, всё-таки стоит выкупить арту. Это видео в основном для тех, кто не стал выполнять ЛБЗ на арте или выполнил их совсем чуть-чуть недостаточно. Итак, для начала я хотел бы огласить список халявы. Если вы выполните все ЛБЗ, я не скажу, что с отличием, но часть ЛБЗ, в общем-то, с отличием, часть нет. В общем, я-то посчитал так, чтобы, ну, легко было выполнить эти ЛБЗ с отличием. Тей посчитал. Так, 5 миллионов 530 тысяч серебра можно получить за все ЛБЗ. Вот такая вот цифра. Много ли это или мало? Но это хотя бы оправдывает покупку арты 10 уровня. Хотя бы ты можешь потом продать её, обратно вернуть 3 миллиона, если тебе вообще класс техники не понравится. Хотя, в любом случае, арта тебе, скорее всего, пригодится для ЛБЗ 3.0. Об этом мы, кстати, поговорим чуть позже. Ну, и это вполне довольно внушительная сумма. И я не думаю, что разработчики, даже несмотря на то, что они, ну, как-то не очень, скажем так, сейчас делают ивенты для арты и стараются и скидки на неё не делать. Но, тем не менее, в ЛБЗ 3.0 они вряд ли её обойдут стороной и для неё тоже будут, ну, всякие ЛБЗ, которые будут давать много халявы. Далее у нас 262 больших расходника. Опять-таки, упоминаю, что это, если вы пройдёте все абсолютно ЛБЗ, не все с отличием. Это на 2 миллиона 620 тысяч. Сумма внушительная. Я считаю, ну, по скидке, в общем-то, расходники по 10 тысяч. Если считать по 20 тысяч, то там и того больше. Итого получается 8 миллионов 150 тысяч. Это если вместе с расходниками. Если по 20 тысяч считать, то там около 10 миллионов. А также даёт 4 бабы танкистки. Много ли это или мало? Это вполне неплохая, в общем-то, халява. Скажу я вам, бабы танкистки. Они, в общем-то, ну, помогут вам прокачать какую-то ветку, там, например, на которой у вас нету экипажа. Там есть нулевой перк уже прокачанный, боевое братство. Ко всему прочему, ну, девушек танкисток мало у нас в игре. Ну, то есть, это как бы они считаются редкими, так разработчики говорили. И действительно так, то есть, редко их можно достать. Так что, это неплохой буст. 26 тысяч свободки дают. Нормально ли это? Это вполне неплохо. Ну, как бы, не то, что неплохо, а, скажем так, ну, сойдёт. То есть, это немного, то есть, один модуль открыт, там, на девятом уровне, гуслю какую-нибудь топовую. Два слота в ангаре даются. 10 дней премиум аккаунта. У меня прем бесконечный из-за Ростелекома, но для кого-то это тоже неплохо. 10 дней премиум, это всё-таки, ну, конечно, там, в РУБД, если переводить, не очень много, но, тем не менее. Далее у нас две приводы наводки. Ну, оборудование такое, два привода наводки, как сказал не по-русски. Ну, это 500 тысяч, если по скидке опять считать, если без скидки, то миллион серы. В итоге получается 8 миллионов 650 тысяч серы, это если с оборудованием, с расходниками и, ну, просто с серебром. Это внушительная сумма, скажу я вам, и она полностью покрывает покупку арты без скидки за 6 миллионов. И, опять-таки, арту можно потом продать, но, опять-таки, лучше её ставить для ЛБЗ 3.0. Дают также 15 бланков приказа. На этом стоит остановиться поконкретнее, в общем-то, подетальнее, потому что, ну, это на самом деле весьма важно. Это та халява, которую многие не учитывают. А ведь она может значительно облегчить вам прохождение ЛБЗ. Зачем, спросите вы, облегчать ЛБЗ? Какой в этом смысл? А смысл весьма хороший, потому что многие ЛБЗ рандомные, уродские, я бы сказал бы, то есть, их выполнить можно просто играя очень много, то есть, чисто повезёт или не повезёт. При этом, если ты не такой везучий, как, например, кто-нибудь, то тебе может долго не везти, и такие ЛБЗ проще пройти за бланки приказов. Почему именно 15? Ну, потому что один бланк приказа, ну, он автоматически закладывался, чтобы, в общем-то, выполнить ЛБЗшку. Это конкретно у меня так, потому что я выполнял вот эти вот ЛБЗ на Т-55А. Я выполнил, на объект 260 не выполнил, и когда, в общем-то, их там переформатировали, эти ЛБЗ, переделали, в общем-то, там на арте, как бы, вот эти ЛБЗ, которые я не проходил, они, как бы, выполнились с помощью этих бланков приказа. В итоге заложилось 3 бланка приказа и 4, то есть, 12 ещё бланков приказа, в общем-то, за то, что ты выполняешь, с отличием эти ЛБЗ. То есть, если получится их с отличием выполнить, а первые 2 ЛБЗ, ну, вот эти, на первые 2 танка, самые простые, их с отличием выполнить просто, ну, по крайней мере, 10 бланков приказа можно вытащить, и это значительно облегчит выполнение разных ЛБЗ на других классах техники, которые, в общем-то, могут очень сильно удлинить время прохождения ЛБЗ, а между прочим, чем быстрее вы выполните ЛБЗ, тем лучше, потому что, ну, в любом случае, те бланки приказа, которые есть, их можно потом достать обратно, и в любом случае, стоит отметить, что, ну, вот эти танки, которые даются за ЛБЗ, их можно, предположим, продать, если они вам не понравились, там, десятку за 3 миллиона можно продать, около того, девятку, там, за миллион 800 примерно, ну, в принципе, неплохо. А если их апнут вдруг, то можно их выкупить. Можно, конечно, их и не продавать, но, в любом случае, лучше выполнить как можно быстрее все ЛБЗ, включая на Объект 260, а потом уже просто играть на расслабоне, и, может быть, какие-то ЛБЗ выполнятся там, ну, перевыполнятся, и можно эти бланки приказа достать, но, в любом случае, когда вы уже все прошли, они особо не нужны будут вам. И арта дает вам дополнительные бланки приказа, которые нужны. Я на этом детально останавливаюсь, потому что это важно. Давайте посчитаем все, в общем-то, расходы, вернее, не расходы, а наоборот, доходы за все сезоны детально. При этом я тут разбил на категории. Основная награда 500 тысяч серебра и 18 расходников. Это за первый сезон, за основу, ну, первый сезон, не первый сезон, а первый танк, вот этот самый простой на штук. За дополнительные условия вам дадут 470 тысяч, и общее количество серебра получается 1,020,000. Плюс девушка-танкистка, плюс 5 бланков приказа. Весьма, считаю, неплохо, при том, что первые ЛБЗа не вообще выполняются элементарно, на даже не высокоуровневой арте. Идем дальше. Итак, второй танк, это у нас, что там, Т-27HTC. Кстати, его можно тоже продать. Ну, можно не бояться продавать эти танки, если они вам не нравятся, потому что в случае чего, насколько я знаю, их можно выкупить, ну, потом за серебро, если их апнут или еще что. Ну, также можно и не продавать, просто использовать их время от времени. Итак, основной приз тут за Т-28, это 600 тысяч серебра и 36 расходников, 3000 свободки. Что значит основные призы, но это без дополнительных условий. За дополнительные условия вам дадут 750 тысяч серебра, сверху и 3000 свободки, девушку-танкистку, 5 бланков приказа. За третий танк Т-55А, это я только арту считаю, а еще есть другие классы техники. Даже если вы плохо играете, те вот бланки приказа, они помогут вам выполнить, ну, какие-то сложные ЛБЗ. За основные, извиняюсь, 600 тысяч серебра, 72 расходника, 6 тысяч свободки, 2 дня премиум аккаунта, девушка-танкистка. За дополнительные условия 550 тысяч серебра, 2 слота в ангаре, 2 дня премиум аккаунта, 5 бланков приказа. Ну и последний этап, это на Объект 260. За основное выполнение дадут 1 миллион 200 тысяч серебра, неплохо, 126 расходников, 16 тысяч свободки, 2 оборудования, приводы наводки, неплохо, девушка-танкистка, тоже неплохо. И дополнительные условия 300 тысяч серебра дадут, 8 дней премиум аккаунта и бланк приказа, если все дополнительные условия выполните. Как вы можете видеть, ну, играя, не играя, вернее, на арте, ну, довольно-таки много халявы упускаешь. И я вот думаю, блин, ну, действительно вот эти вот принципы, стоит их выполнять. То есть, потому что, в общем-то, ну, теряешь ты довольно-таки много из-за ненависти к какому-то там компьютерному классу. Да, мне не нравится по-прежнему арта, и я всегда буду ее ненавидеть, как класс техники весьма надоедливый. Но, тем не менее, стоит отметить, что все-таки благодаря этим лобоза дают много халявы. Какие есть недостатки в этом всем? Ну, есть и минусы, конечно же. Основной минус заключается в том, что у вас, возможно, просядет в Н8 немножечко, пока будете играть на арте. Но если вам пофигу на статистику, то вам, в общем-то, особо это не важно будет. Второй большой, в общем-то, минус, наверное, заключается в том, что геймплей на арте, он такой себе. Кому-то он нравится, но многим, в общем-то, он не нравится, у многих от него тошнит, например, у меня. Ну, и вот такие вот дела там, думайте уже сами, стоит или не стоит, может быть, вы уже выполнили. Ну, я думаю, кто, в общем-то, никаких негативных эмоций к арте не испытывал, прям серьезных. Тот, наверное, выполнил и уже как-то идет дальше просто. Ну, и на этом все. Спасибо за просмотр. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok